Здравствуйте! Вы со мной на самом популярном канале, где прямо сейчас я вам расскажу очень много интересной, а главное полезной информации из сети. Что может быть важнее для мам, чем здоровье младенца? Ради этого они готовы на все и даже больше. Педиатры пришли к выводу, что кроме всего прочего, заботливая мама должна укладывать ребенка спать не в отдельную кроватку, а рядом с собой. Младенцы должны спать вместе с мамой, пока им не исполнится три года. Иначе могут возникнуть неожиданные проблемы. Почему так? Чем вреден сон ребенка в отдельной кроватке? И как сделать так, чтобы всем было комфортно? Мы узнаем ответы на эти вопросы. Итак, здоровый сон ребенка. Доктор Нильс Бергман из университета Кейптауна утверждает, что новорожденные должны спать на груди у матери в течение первых недель, а после должны спать рядом с мамой, пока им не исполнится три или четыре года. К такому выводу они пришли после того, как обнаружили, что младенцы в отдельных кроватках спят меньше и беспокойнее, чем те, которые спят на груди матери. Когда ребенок спит в отдельной кроватке, его сердцебиение учащается, и маленькое сердце сильно страдает от этого. Мало того, что это может вызвать у ребенка проблемы со здоровьем, так еще и может стать причиной плохого поведения в будущем и даже спровоцировать проблемы в подростковом возрасте. Мнения на этот счет разделились. К примеру, британские ученые не так давно опубликовали статью о том, что дети, которые спят с мамой, подвергаются опасности. Они исследовали случай внезапной смерти младенцев и выяснили, что две трети из них произошли, когда ребенок спал в постели матери. У Бергмана на этот счет своя точка зрения. Когда младенец умирает в постели, в этом не обязательно виновата перевернувшаяся мама. Удушение может произойти из-за других вещей – токсичных паров, сигарет, алкоголя, больших подушек и опасных игрушек. В этом с ним нельзя не согласиться, ведь внезапная детская смерть случается и у детей, которые спят в отдельной колыбели. Исследование доказало, что лишь 6 из 16 детей спали спокойно в своих колыбелях. Дети, спящие в своих кроватках, реже переходят из фазы активного сна в фазу спокойного. А это очень важно для развития мозга. Исследование подтверждает, что такие нарушения сна у ребенка могут привести к проблемам в подростковом возрасте. В свою очередь, доктор Комаровский считает, что это не может быть правилом для всех родителей. Он утверждает, что каждая семья сама определяет систему сна, и эта система должна быть удобной именно для конкретной семьи. Он не выступает за это утверждение, но и не говорит, что это плохо. «Я прежде всего за то, чтобы относиться ко всему этому спокойно, без надрыва. Вредно ли дитю спать с мамой? Не вредно, если соблюдены все условия», – говорит Комаровский. По его мнению, для безопасного и комфортного сна ребенка в кровати родителей необходимо, чтобы кровать соответствовала необходимым требованиям. Ровный жесткий матрас, отсутствие подушки, хорошее постельное белье. Он акцентирует внимание на том, что главное во всем этом согласие родителей с таким раскладом вещей. «И не кого-то одного, а обоих родителей. Если вам и вашим сопостельникам хорошо, значит так и должно быть. Если плохо, либо партнера менять, либо дитя переселять в собственную кроватку», – говорит доктор. Как видите, мнения врачей по этому поводу разделились, и вывести какой-то общий знаменатель довольно сложно. Принимать решение там, где ребенку будет лучше спать, могут только его родители. Ну что же, на этом у меня все. Более детальная информация есть на нашем сайте. Так что подписывайтесь, раскидывайте это видео вашим друзьям и близким, и, конечно же, ставьте лайки. Не забудьте нажать на колокольчик. Всего вам самого хорошего. Услышимся.